Всем привет! На календаре пятница, 21 апреля, 13 часов, а значит вы смотрите самую интересную программу «Формула юмора». Сегодня у меня в гостях актриса, блогер, звездатель сериала «Физрук», очаровательная Саша Мамаева и прекрасная, восхитительная девушка. К тому же сегодня 21 апреля. Как вы думаете, какой праздник? День бухгалтера. И я поздравляю вас с этим праздником, друзья, ведь даже если вы не имеете к нему никакого отношения, как, например, и я, все равно можете его отметить, ведь деньги любят все, это нормально, зарабатывать и тратить. Напомню, что мы работаем в прямом эфире и позвонить, задать свой вопрос героине или пожелать какой-то привет, вы можете по телефону 495-276-2949, также можете отправить смс на короткий номер 5522, эфир, пробел и дальше текст сообщения. Пишите нам в официальную группу ВКонтакте и в Инстаграм. Сейчас у нас короткая музыкальная пауза, после которой мы вернемся и я вас познакомлю со своей гостей. В эфире программа «Формула юмора» и сегодня у меня в гостях спортсменка, комсомолка, просто красавица и, конечно, талантливая молодая актриса Полина Гренц. Привет, привет, всем привет. Привет, Полина. Огромное спасибо, что пришла к нам сегодня. Очаровательно выглядишь. Спасибо. Как твое настроение? Замечательно, замечательно, потому что наконец-то весна приходит, хоть и ветер холодный, но настроение с этим поднимает. Да, я думаю, что несмотря на вот эту вот погоду зимнюю, мы постараемся создать вам атмосферу, поэтому не переключайтесь и будьте с нами. Полин, скажи, я читал в интернете, когда готовился ко встрече с тобой, там очень подробно вот ситуация о съемке вот в сериале «Физрук». Ты ведь не оканчивала, да, театральную школу, актерские какие-то профессиональные курсы, ты там немножко, тебе не хватило, чтобы сдать экзамен. И там пишут то, что родители приложили свою лепту, настояли на этом. Это так? Ой, в интернете на самом деле очень много чего пишут, но на самом деле я просто занималась творческой студией. Да, я не училась на актерском, у меня нет актерского образования, вот. И я не планировала просто даже идти. Я вообще собиралась идти на социолога, как родители хотели, чтобы я получила более серьезную профессию, как они это считают. Вот. И я просто занималась творческой студией, но там было актерское мастерство, но оно не было направлено, чтобы сниматься в сериале. Я просто планировала петь, танцевать, и оно было направлено на то, чтобы комфортно чувствовать себя на сцене. Ну, скажи, вот мнение родителей сыграло большую роль в выборе образования? Да. В выборе образования сыграло, но потом, когда они узнали, что вот я попала в сериал «Физрук», они немножко ошалели, потому что они удивлены были, как я без актерского профессионального образования попала в сериал. Они вообще до последнего не верили, пока вот только уже не начинали пилот снимать. Скажи, жалела вот когда-нибудь то, что пошла, можно так сказать, на поводу у родителей и поступила вот на социологию? Вообще нет, потому что я на социологию поступила, а в итоге я сейчас учусь на юридическом, потому что я… Так, это второй высший. Нет, это все оно же, просто я перевелась с одного факультета на другой. Вот, а я не жалею, в принципе, потому что всякое в жизни может случиться, и я вот смотрю сейчас, ребята некоторые отучились тоже в актерском, сидят без работы. А я такая, ну хорошо, у меня есть. Ну, молодец, молодец. А скажи, как теперь вот относятся родители к тому, что ты стала известной, тебя узнают, поддерживают они тебя, рады? Конечно, да, они меня постоянно поддерживают, и все, что я бы не делала, я же не только в сериале там снимаюсь, еще и на ютубе ролики снимаю. Да, об этом мы обязательно поговорим. Да, да. Скажи, но ты считаешь себя успешной вот после съемок? Я считаю, что да, потому что обычно вот бывает так, что у меня даже есть несколько знакомых, в которых там выстрелил какой-то классный проект, то есть там даже или ведущий, или там просто где-то снялся, там кино, сериал, неважно, а потом просто уходят на дно, и все, потому что им это надоедает. А я горжусь собой тем, что я стараюсь это поддерживать все-таки, и, так сказать, не уходить на дно, потому что мне нравится творчество, мне нравится все, что я делала, поэтому я стараюсь ходить. А вот в профессии ты вообще требовательна к себе? Ну, да, да. То есть если у меня там что-то, допустим, то же самое видео я снимаю, если я смотрю, что-то не так, мне приходится переснимать все заново. Смотри, вот такой вопрос тогда к тебе. Как ты считаешь, к какому типу людей ты себя относишь? Кто себя любит, например, да, там может быть даже жалеет в чем-то, дает себе какие-то поблажки, либо жестко и без всяких поблажек, вот категорически к себе вот в плане профессии, как ты вот думаешь? Я, конечно, себя люблю, потому что мне кажется, если человек не будет любить себя, то его никто не побилет. Это самый важный факт, что нужно любить себя. И я при этом очень строго и категорично к себе отношусь, то есть я не даю себе продыху. Я вот сейчас у меня диплом, я пишу диплом, у меня сессия. Когда защита, кстати, у тебя? 21 июня. А, то есть осталось-то вот всего. Готова? Ну, так, наполовину, просто сейчас еще госэкзамены, поэтому я и сессию сдаю, госэкзаменом готовлюсь, дипломом, снимаю видео. Какая молодец. Но не пуха тебе в защите. Ой, да. Планируешь, кстати, второе может какое-то образование, либо пойти на какие-то, не знаю, дополнительные курсы? Есть только актерские. Планирую. Больше дальше вот с юридическим я не хочу больше связывать. Ну, на самом деле, да, серьезная такая у тебя профессия для такой милой, женственной, талантливой и творческой девушки. А скажи, вот после съемок в сериале «Физрук» ты проснулась сразу успешной и знаменитой? Нет, потому что я приезжала на съемочную площадку, у нас тогда еще снимался второй сезон уже, и ребята приезжали на съемки и говорили, вот, меня узнают в метро, там одни подходили фотографироваться, другие там, о, братан, там я тебя поддерживаю, все такое. А я приезжаю, говорю, меня никто не узнает, может, у меня такая внешность, ну, не запоминающаяся, может быть, я там сливаюсь с толпой, никто меня не замечает, а потом на меня это все обрушилось раз в 10 больше, поэтому не сразу проснулась. Понятно. Но сейчас-то люди узнают на улице? Конечно. Приятно? Приятно? Мне очень приятно, приятно даже то, что я сбросила вес, изменила цвет волос, и в принципе, ну, возрослела, поменялась же, и они все равно узнают. Даже если я хожу в очках, вот, узнают прям, я думаю, ну, все, хорошо, мне все потеряно. А скажи, вот, если, например, на улице выстроится очередь из твоих поклонников, и каждый захочет взять какой-то автограф, сделать селфи, будешь с каждым? Конечно, всегда, пожалуйста, да. 100 человек, 200 человек? Да, да, я всегда открыта к этому. Какая молодец. Скажи честно, пользуешься своей популярностью? Бывает то, что приходишь, может быть, в какой-то магазин, и говорят, к нам пришла Полина Гренц, скидка, или... Вы знаете, это для меня такое самое страшное, потому что я не люблю этим пользоваться, я такая более скромная в этом смысле. Я вот была в городе, сейчас скажу, в Минске, по-моему, я была. Так, наша любимая Белоруссия. Да, да, да. И там после выступления моего диджей-сет. По-моему, в каком-то клубе, да, ночном? Да, да. После этого меня отвезли покушать, а так получилось, что это был караоке-ресторан. И я там сижу так скромненько, кушаю, кушаю, и тут подходит ко мне ведущий, объявляет на весь зал, что сегодня у нас в гостях Полина Гренц, и сейчас она вам исполнит песню, я... А, что? Вот так. Ну, исполнила в итоге песню? Да, исполнила. О, молодец, молодец. На самом деле Полина скромничает, она имеет массу фанатов, и о ней ходят слухи, что она все равно такая вот скромненькая, ответственная. Скажи, но вот имея огромную массу поклонников, у тебя большое количество подписчиков, вот эта вот честность и искренность помогает или наоборот мешает? Ой, я даже не знаю. Вот иногда вроде искренне там тоже самое наставляешь фотографии, улыбаешься, там желаешь всем хорошего дня и пишут, ой, какая лицемерная. И ты думаешь, почему? Я же действительно от чистого сердца пожелала это. Так, в принципе, ну, люди пользуются этим просто. Даже мои знакомые. Вот так вот, да, то есть? Да. И как ты к этому относишься? Больно, спотыкаясь, но я все равно не перестаю верить в хорошее. У нас есть видео о тебе, которое, я думаю, расскажет сейчас, помимо твоей актерской стороны, чем еще ты занимаешься и вообще как ты пришла к успеху. Давайте посмотрим. Давайте. Друзья, напомним, мы выходим в прямом эфире. У меня сегодня в гостях очаровательная актриса Полина Гренц. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, звоните нам в прямой эфир 495-276-2949. Также вы можете отправить смс на короткий номер 5522. Эфир, пробел и дальше текст вашего сообщения. Полина, давай вернемся к нашей беседе. Скажи, вот, несмотря на свою популярность, у тебя пока в коллекции только съемки в сериале «Физрук». И еще мамочки. Да, еще мамочки. Поступают сейчас какие-то предложения сниматься? Да, поступают. Но не всегда успешно прохожу кастинг. Может быть, в силу своей неопытности или до конца подхожу по типажу все-таки. Ну, приоткрой нам какие-нибудь секреты. Вот, может, что-то у тебя сейчас планируется. Планируется, но я не могу сказать. Ну, хоть какое направление? Ведущая. Кстати, Полина действительно не только снимается в кино, она и на телевидении выступает. Я, насколько знаю, у тебя есть опыт в мужском и женском, да? Расскажи, каково было? Какие ощущения вообще? Я была там в роли эксперта. И я была, действительно, это было давно. И для меня это был такой первый крупный опыт, чтобы я сидела в студии. Ну, еще и с Александром Гордоном. Это как бы тоже был для меня такой уровень. А эксперт, наверное, вот в похудении, да? Потому что ты же у тебя громадный в этом опыт набрать, потом скинуть. Да. И я практически всю передачу сидела и молчала, потому что все эксперты сидели, спорили между собой. То есть там начался такой балаган. И я сижу, вот просто как воробушек такой, не в своей тарелке, не понимаю, что происходит. Тут просто Александр весь, просто весь зал говорит, так, все, тишина. Начинает говорить. Ну, там, рассказы, ситуации. Полина, извини, на секунду тебя перебью. Мы сейчас вернемся. У нас есть звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я из города Балашиха. Очень приятно, Дмитрий. Вот. Я хотел бы сначала поздравить своего друга. У него сегодня свадьба. Вот. Пожелать ему... Концент друга. Гришу Кучинского поздравить с днем бракосочетания. Вот. Пожелать ему всего самого хорошего. Вот. Чтобы у него семья была очень крепкая. И все мы, все его друзья всегда будем рядышком, чтобы его поддержать в любой ситуации. Да. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Спасибо. Может, у вас есть какой-то вопрос для Полины? А, да, конечно. Полина, я вот знаю, что сейчас ведется съемка телесериала от канала СТС. Называется Трудовик. Мы вас увидим в нем или нет? Какие у нас подкованные, оказывается, зрители? Да. Я, если честно, слышу вообще первый раз об этом. Не верьте, не верьте всему, о чем пишут и говорят. То есть это неправда? Возможно, что и не правда. А, возможно, и правда. Кто знает? Мы увидим, да. Все же, да. Спасибо большое за звонок. И давай вернемся вот к мужскому и женскому. То есть для тебя это был трэш? Да. Так вот. И там они все сидели, друг с другом ругались, спорили. И вот как раз Александр Гальдон просто всех, так скажем, затыкает, потому что это было действительно жестко. С его стороны он там все молчает. И говорит о том, что, знаете, чем отличается человек от эксперта? Человек молча сидит и слушает. Давайте спросим мнение человека. Полина, я так рассижу. А что? Я не знаю, что сказать. Растерялась, да? Да, очень растерялась, потому что просто такой был балаган, и я уже половину просто потеряла, о чем мысль была. Ну, для меня это было прям очень страшно. Ну, ничего, вышло из положения, собралась. Умница. Первый раз, я думаю, ничего страшного. Но зато теперь у тебя есть опыт, ты представляешь, что это такое, вот эти вот ток-шоу. Да. Твоя личная жизнь окутана такой вот таинственностью. Приоткрой нам хоть небольшую щелку. Может, у тебя какие-то отношения, может, там, я не знаю, намечается скоро свадьба. Что? Не дай бог свадьба. Почему? Я не хочу замуж, я не знаю, почему. Потому что у меня сейчас многие мои одногруппники, они женятся, выходят замуж девушке. И я сижу на них, смотрю, такая, думаю, куда? Вы же совсем молодые. Что? Зачем? Нет, я не планирую сейчас. Я свободна, моя сейчас и свободна. И я планирую работать и заниматься карьерой. То есть пока у тебя карьера на первом месте, и, возможно, позже ты к этому придешь? Возможно, да. Потому что я сейчас нахожусь на таком достаточно начальном уровне. Ну, я бы не сказала, что совсем начальном, уже крепенько. Да уже вот ты достаточно опытная, я бы сказала. Да. И не хочется терять это, потому что если начнутся отношения и карьера, то есть если и то, и то, и тем и тем заниматься, то ничего хорошего не будет. То есть ты сознательно сделала выбор в сторону профессии сейчас? Сейчас да. Тогда еще такой вопрос. Вот после того, как ты стала популярной, ты удалила в соцсетях везде свои анкеты и даже свой блог. Было такое? Было. Почему? Ну, мне тогда было 15, когда я снимала тоже видео, и я там сдвигала такие умные вещи. Девочке 15 лет. Она разговаривает о том, как важно для человека общение, какая бывает меркантильная дружба. Так, а вот можно поподробнее о меркантильной дружбе? Да. То есть ты уже в свои 22 года столкнулась с этим? Конечно. Еще как столкнулась? Рассказывай. Рассказывай. Ну да, естественно, когда появилась популярность, сразу все начали писать, о, привет, я что, забыла старых друзей? Я такая, каких старых друзей? То есть проснулись люди, с которыми ты виделась там неизвестно когда и общалась поскольку-постольку. Да, и таких достаточно было людей. И я смотрела потом эти видео и думала, ну вот же, даже в 15 лет я уже предсказала свое будущее. Но при этом, когда я была на встрече режиссера, села без рук, еще первого сезона, когда меня только утверждали. Мне сказали, что вот мы смотрели твой блог, там такая естественная, и нам это очень понравилось. И я потом после этого удалила свой канал, чтобы никто больше этого не видел. Ладно, режиссер посмотрел, все, хватит. Скажи, Полин, а вот попадаются какие-то сумасшедшие люди, которые там, не знаю, безумные вещи пишут, звонят? Вот пишут, да, есть очень странные люди, причем они такими необычными. Я бы даже сказала, стихотворения пишут, и при этом относятся как-то ко мне, и очень, они какие-то очень странные люди, которые преследуют, есть. Так, и как ты реагируешь вот на это? Я стараюсь никак на это не реагировать, потому что обычно, когда ты реагируешь на это как-то, то ты провоцируешь это еще сильнее, и люди начинают еще больше это делать. А вот звонки, они чаще звонят моему директору, и спрашивают, а можно с Полиной поговорить? И что на это говорит директор? Ну, простите, да. Все в официальную группу. Да. Понятно. Но сейчас ведь блог твой активно функционирует, и скажи, вот как такая хрупкая, женственная девушка ведет блог, такой вот, наверное, мужской, о железных конях, об автомобилях? Ведь ты рассказываешь, да, постоянно в видеообзоры каких-то новых машин. Как ты к этому пришла? Я сейчас начала действительно делать автообзоры, но многие пишут о том, что вот это не твое, перестань это снимать, но я не вдаюсь в детализацию, то есть там вот эта шестеренка, там предназначена для того, то есть я вообще это не рассказываю, я стараюсь больше рассказать о каких-то классных функциях машины, ну, соответственно, там, да, надо лошадиные силы, там, мотор, чтобы все понятно было, вот, и просто какие классные фишечки есть в машине, как она выглядит внутри и снаружи. И я вообще просто очень люблю ездить за рулем, как я как-то пришла. У тебя паравата есть? Конечно. Давно? Два года? Да. Так, а водитель ты хороший, не разговариваешь по телефону, там, ногти, ну, что-то, нет? Нет, нет, мне все ребята, мои друзья и все, кто со мной ездят, говорят, что я очень хороший водитель. Ту-ту-тфу, лишь бы не сглазить, да. То есть с тобой можно чувствовать себя комфортно, когда ты за рулем. Да, и мне очень нравится скорость, и, в принципе, я очень люблю ощущение того, когда ты садишься, там, за руль новой машиной. Полин, у нас еще один звонок, давай ответим. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Никита, я суперстилист. Очень приятно, Никита. Здравствуйте. Ага. Мы вас слушаем, задавайте какой-нибудь ваш вопрос или передавайте привет, спрашивайте. Полина, я думаю, с удовольствием ответит. Да, мы очень любим, вот, сериал «Сизрук», мы смотрели его, и вот сейчас мы смотрим передачу, у нас салон красоты здесь, и хотели спросить, а у Полины натуральный цвет волос или это крашеный? Это крашеный, да. У меня самый натуральный цвет волос, он такой светло-русый, а это крашеный. Но выглядит, вот, знаешь, как натуральный. Спасибо большое за звонок. А стилистом пользуешься? Есть у тебя свой, может, какой-то стилист, гример, не знаю. Ну, есть салон, куда я хожу, где уже проверены для меня мастера, так, чтобы личного стилиста. В Москве здесь, в салон. Да. Ну, выглядишь ты действительно отлично, ухоженная, супер все. Спасибо. И по стилю, и по мейку. К автомобилям, то есть гонять ты любишь. Да. А нарушаешь? Бывает то, что ПДД нарушаешь? Бывает, хотя вот, как я только получила права, я говорила, что вот, я обязательно буду ездить, не нарушая все по правилам. Ну, да, первый год я продержалась, у меня не было ни одного штрафа. А потом как-то все, так потихонечку, потихонечку, но я все оплачиваю. Молодец какая. Ну, штрафы, то есть, приходят тебе иногда. Ну, да. Ну, в основном за скорость. То, что я люблю. Так. Ну, то, что права есть, и ты очень внимательная, это хорошо. А какая у тебя машина, расскажи. У меня, в общем, маленькая такая женская машинка, Шкода Фабия. Шкода Фабия, класс, а цвет? Беленькая. Беленькая, супер. Полина, вот ты в основном известна, конечно, как актриса, но ты ведь еще и поешь. Ну, да, ну да. Расскажи об этой стороне. Я хочу заняться дальше профессионально, потому что я раньше тоже, когда в творческой студии занималась, там я тоже и пела. И сейчас я хочу тоже продолжить после того, как я получу диплом, наконец-то. Полина, извини, ты сегодня на разрыв, я не успеваю даже задать вопрос, у нас опять звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Зоя, Москва. Здравствуйте, Зоя. Хотела бы уточнить у героини сегодняшней программы, как и был первый день съемок с Дмитрием Нагиевым, как все происходило и ее впечатления. Спасибо. Спасибо вам, Зоя. Было немного страшно все-таки, потому что я совсем человек не из актерской жизни, и для меня было просто сложно было с таким мэтром сниматься. И вообще, в принципе, он помогал все-таки, да, потому что я прям вся тряслась, меня вот так вот все трясло, и даже когда еще был пилот, мы только снимали совсем, и еще на кастинге, он все-таки хвалил, говорил, что Поле молодец, и мне прям так становилось лучше, лучше, спокойнее, спокойнее. То есть поддержку ты чувствовала железную? Да, и буквально, может быть, первые полчаса, час было все-таки сложно, а потом уже мы так пообщались, сдружились, и вот он поддерживал. Сейчас мы уйдем на небольшой клип, а после него обязательно вернемся, и Полина расскажет нам о своей вокальной деятельности. Не переключайте, друзья. Спасибо, что не переключаете. Напомню, в эфире программа «Формула юмора», и сегодня у меня в гостях очаровательная актриса и блогер Полина Гренц. Спасибо. До ухода на клип Полина начала рассказывать о своей вокальной карьере. Поясни, вот как ты вообще к этому пришла, и в чем сейчас вот это заключается? Ты у истоков стоишь, да? Я еще начала со школы это все, потому что я любила уроки музыки, и преподавательница меня всегда хвалила, и я участвовала в конкурсах, то есть от школы пела. И я так подумала, почему бы и не продолжить. То есть я занималась в Дворце пионеров, потом занималась вот как раз той же самой творческой студией. Я там занималась, конечно, три года, но я бы хотела продолжить и сейчас заниматься профессионально, а главное закончить с дипломом. Это действительно так. Но я понимаю, что слух у тебя действительно музыкальный, он есть, потому что я слушал клипы. Сколько сейчас у тебя треков музыкальных? На самом деле их немного, вот именно таких вот два основных. Это первая у нас там записывали другую песню, она называется «Счастье», а вторая это просто пародия на песню «Тает лед», и мы снимали вот ее как раз такие для благотворительной акции для приюта кошечек. То есть ты еще и занимаешься благотворительностью? Стараюсь, да. Молодец. А расскажи, вот как пришла вот эта идея с кошками? Ну, у нас все очень спонтанно приходит, то есть мы собираемся в компании, сидим, веселимся, а потом у нас приходит какая-нибудь мысль, так раз, все, и давайте это делать. То есть у нас очень все спонтанно приходит. И вот как раз вот этот клип, который мы сделали с кошечками «Тает лед», вот он, мне кажется, такой самый хороший из всего вышел, потому что все-таки тех кошечек, которых мы снимали, их все забрали. А, то есть у вас были кошки из приюта, которые после клипа разобрали как раз всех? Да. Слушай, ну это здорово, может тебе обширнее заняться благотворительностью? У нас полно приютов для собак еще. Ой, я с удовольствием. Понимаешь, да? Да. Какое разнообразие у тебя. Кошки, собаки. Скажи, а может быть уже какой-то твой трек крутится на радиостанции где-то? Ну, мне до этого еще далеко. Ну, хочешь? Да, конечно. То есть собираешься заняться сольной и вокальной карьерой? Да. А что вот тогда для тебя важнее, актерская карьера или пение? Или ты как-то хочешь это совмещать? Я хочу как-то это совмещать, но больше все-таки хочется углубиться в актерскую, потому что для меня вот это вот образы, иногда ты меняешься сам тоже, что-то вот в себе, то есть ты как-то настраиваешься на роль, мне это больше нравится. А на экране ты частенько играешь, наверное, саму себя в жизни, потому что вот как раз в твое интервью, то, что Дмитрий Нагиев сказал, что ты очень такая искренняя, естественная, в отличие от твоих конкуренток. Часто вот приходится примерять, может, какие-то маски в жизни или ты всегда вот остаешься самой собой? Иногда приходится, да, применять маски, когда человек начинает с тобой немножечко, так скажем, грубо общаться. Приходится тоже надевать такую маску строгости и безразличия, что меня это вообще не волнует, говори, все, что хочешь, говори, на самом деле, все, что мне говорят, я проношу через себя, но я стараюсь это не показывать. Полин, у нас еще один звонок, давай послушаем. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Очень приятно, Наталья. Астролог. Так, у нас астролога еще не было, может, вы Полине что-нибудь скажете по знаку зодиака? Скорпион. Да, да, вот я хотела узнать, Полина, а кто вы по гороскопу? Я скорпион. Ух, какой знак, знак страсти, эмоций, очень сильный знак зодиака. Постоянная борьба не только с окружающими, но и с тобой. Ну, знак очень интересный. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Тогда по знаку зодиака. Вот в твоем гороскопе написано, что персоны, которые являют меру данный период, отличаются добрым, мягким нравом, трудолюбием и терпеливостью. Жизнь ваша будет непростая, как у зодиака, и спрашивать с вас, скорпион, будет очень строго. Пока вы не докажете усердием и умением стойко переносить лишения, не обозлившись, что достойный счастья, он будет подвергать вас испытаниям. Это про тебя? Это прям все про меня. Серьезно? Абсолютно, да. А может, какой-то вот пример из жизни, где какое-то испытание? У меня много было испытаний. В плане даже дружбы. То же самое дружба и особенно учеба. Для меня это, мне кажется, такое самое, именно учеба. Потому что у меня были и нервные срывы, и я плакала просто прям в универе, уже все закрывалось. То есть ты очень ранимая. Да, для меня это было сложно, но я все-таки там, проходит время, я успокаиваюсь. То есть все, я справлюсь, и действительно так получается, что вот все. Я сдалась, потом я поднялась, сказала, что все, все будет хорошо, и сразу же все, оно идет как надо. Вот у меня такое было. Ну и дружбы тоже. Ну я дружбу, честно, не хочу комментировать, даже вспоминать об этом не хочу. Ну главное, я думаю, то, что ты прошла, это необходимый опыт, и ты сделала какие-то, сделала работу над ошибками и усвоила многое. Скажи, а вот в плане карьеры все равно же приходится, да, читать сценарий, входить в образ? Как вот ты к этому приходишь? Быстро это у тебя приходит? Либо надо какое-то время, там, может, несколько дней? Ну, у меня обычно это перед сном. То есть я читаю сценарий, и у меня уже в голове рисуется картинка, то есть как я там должна выглядеть, как мои эмоции, то есть мимика какая-то. И в основном, ну, я не думаю, что прям день-два так. А тренируешься, может быть, перед зеркалом или как у тебя это происходит? Да, бывает. Расскажи. Это выглядит, наверное, очень забавно, потому что бывает так, что я одну фразу просто повторяю перед зеркалом в разных интонациях, с разными эмоциями, с разной мимикой. Это надо снимать на самом деле, все, что происходит. Так, тренируюсь. Полин, у нас еще один звонок, давай послушаем. Здравствуйте. Откуда вы? И представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Дмитрий. Добрый день. Ограничение тестового. Так, ну, я так понимаю, звонок, наверное, у нас сорвался, но ничего, мы еще вернемся к нему, звоните нам обязательно. Скажи, Полин, вот какая у тебя была самая трудная роль и самая легкая? Давай вот с трудной. С трудной, ну, все-таки это вот, мне кажется, третий сезон физрука, это вот такое для меня было сложно. Хотя даже самого первого было трудно, потому что все-таки первая моя роль. В мамочках, допустим, мне вообще было легко, потому что я там все время постоянно в телефоне студентка, и это, в принципе, про меня. То есть, ну, там были, конечно, моменты такие, где она такая дерзкая, но это мне нравилось все-таки перевоплощаться, потому что физрука я такая все-таки более наивная, но за справедливость. А вот в мамочках я была такая дерзкая студентка, которая постоянно в телефоне зависает. Ну вот все-таки третий сезон физрука для меня был сложный, потому что она все-таки такая разворачивается, и там с отцом проблемы, и все такое. То есть, несмотря на то, что к третьему сезону ты сбросила вес и пришла в норму, стала более естественной, все равно было очень трудно. Ну да, там и плакать надо было много, и все. А как, кстати, вот меня всегда интересовало по поводу слез, это вот что-то закапывали в глаза, либо ты о чем-то думала, как у тебя это происходило? Бывает так, что когда думаешь о чем-то, или перекладываешь момент из жизни на ситуацию, которая происходит в кадре, бывает, да, свои слезы. Но иногда бывает так, что, допустим, перед кадром насмеешься с Дмитрием Владимировичем, потому что он смешит постоянно. Смешит, да? И мы все тоже, потому что мы там сейчас смеялись, Дмитрий Нагиев плакал, у меня плечо просто, аж прям настолько он сорвал кадр. Вот. И после этого, конечно, плакать тяжело, и там всякие какие-то мятные такие штучки. Ну, то есть, если говорят, вот, Полина, надо плакать, в принципе, ты быстро можешь подготовиться, вот, что-то представить. Это сложно, да, но я в основном вспоминаю там Хатико, фильм такой. Да, действительно грустный. Да, ну, вот так. Скажи, а самая легкая вот твоя роль? Какая? Ну, вот, в мамочку, потому что, да, вот эта вот студенточка такая, я же тоже студентка, и в телефоне тоже постоянно сижу, для меня это было просто. Да и там особо такие, знаете, не было прям грандиозных каких-то изменений, только вот то, что дерзкая там в пару моментов была, а так, ну, самая простая. Сейчас давай посмотрим клип «Лободы», называется «Твои глаза», и потом вернемся. Питание, потому что питание – это тоже важный аспект, но вот если так, как я ношусь, бывает, что не придерживаюсь точно до конца, там, с утра съела там какой-нибудь чизкейк творожный. То есть тортик с утра? Это чизкейк творожный. Но все равно. Это что-то типа запеканки, но, да, на утро это очень даже хорошо. Вот, и там вечером, допустим, я прихожу и ем свежую рыбу, лосось. Да, так что бывает так, что я вообще не ем целый день, мне, что это очень плохо, так делать нельзя. Вот, поэтому, ну, конечно, главное – это кушать пять-шесть раз в день. Ну, не у всех получается, даже и у тех, кто просто, ну, не так, как я бегаю, работают там с утра до шести, допустим, вечера. Вот, главное, конечно, максимально хотя бы можете три раза в день кушать, но не объедаться. Это да. А скажи, а стрессом ты частенько подвержена? Влияет как-то? Очень часто, да. Мне бывает, что от стресса либо я вообще не могу есть, то есть мне бывает так, что я не ем сутки, а то и двое вообще. А бывает так, что как стресс напал, так я это шоколад, булочки, чипсы, все просто, то есть у меня по-разному проявляется. Ну, просто стресс – это же частенько люди набирают вес, начинают есть все подряд, а у тебя как раз обратный, да, процесс – ты не ешь. Ну, да, ну, вот ты, я как раз сказала, что все подряд от этого бывает, но это, слава богу, редко. Ну, бывает. Единственное, я не понял по поводу спорта, потому что весь интернет пестрит, что ты почти уже гуру фитнес, знаешь все упражнения, я там читал про мертвую тягу, я думаю, блин, однако. Я ходила, я ходила в зал, да, и я ходила долгое время, и действительно я в какой-то момент там была гуру всех этих упражнений, но вот сейчас с такой плотной занятостью тяжеловато совмещать. Ну, сейчас немножечко все станет полегче, летом все-таки все более проще, и я уже, да, хочу начать. Ну, то есть в зале ты тягала железки, не какие-то там групповые занятия, танцы, прям хардкор? Да, тренажеры, штанги, это все мое. Но, я так понимаю, ты же не с самого детства занималась спортом? Как у тебя это? Ну, вообще я занималась в четвертом классе гимнастикой, да, но там так просто вышло, что я буквально занималась месяц, а я пришла в группу, которая уже там занималась чуть ли не полгода, соответственно, там девочки уже могли на шпагате, все, молодцы, а у нас буквально через неделю там были соревнования. Я заняла я пятое место, расстроилась и перестала. Почему? Мне кажется, это наоборот, отличный показатель прийти, подтянуться ко всем и еще занять пятое место. Ну, для меня это было в тот момент как-то слишком плохо, и я думаю, что вот, так это обидно, что все девочки уже долго занимаются, сидят на шпагате, я до конца не смогла сесть, но я ребенок расстроилась и все, перестала ходить. Ну, то есть цели перед собой ты ставишь достаточно высокие, да? Ну, да, да. Можно поэтому сказать. Да, еще я занималась танцами байлями, то есть тоже в классе в третьем, в четвертом, то есть у меня был хип-хоп, и я еще играла в баскетбол, то есть от школы бегала на соревнованиях, как их там, дистанции там 800 метров в километр, ну, то есть вот такие, да. То есть ты как раз мастер на все руки, можешь и станцевать, и поиграть на площадке на баскетбольной. Да. Однако, какая у меня сегодня гость-ка. Молодец. Такой еще вопрос. Ложишься поздно? Да. Вот и ты говорил три часа до сна, то есть если ты ляжешь в пять, ты можешь спокойно в три ночи поесть? Ну, я стараюсь, конечно, этого избегать, потому что все-таки у нас там в час, в два ночи организм, он немножко перестает, вот этот вот обмен веществ, он слабеет, так скажем, он не, так скажем, как правильно выразить это, не обрабатывает пищу так, как, допустим, в вечернее время. Ну, вот, да, он замедляется, обмен веществ, вот, правильно, это слово. И я стараюсь, если там даже, если я лягу, там, в пять утрату, хотя бы до двенадцати, ну, в один-то тебе могу себе позволить, только уже в двенадцать уже все, стараюсь этого не делать. Сейчас у нас короткая музыкальная пауза, а после этого море интересного, не переключайтесь. Мы продолжаем в эфире программа «Формула юмора», и у меня в гостях очаровательная актриса Полина Гренц. Полин, скажи, есть какие-то планы громадные, грандиозные на будущее у тебя? Ну, они больше связаны с актерской деятельностью и вот с развитием канала YouTube, то есть, для меня это так более ближе все это, поэтому, да. А чего бы ты хотела добиться в актерской деятельности? Какая у тебя цель? Ну, мне бы хотелось сняться все-таки в полнометре, в каком-нибудь прям достойном. Это для меня очень важно, мне кажется, для моей карьеры это очень важно, я даже скажу. А может какая-то тематика, не знаю, историческая или там... Вот как раз, да, это вот прав, потому что я очень хочу сняться в каком-нибудь историческом фильме, но либо сыграть просто какую-нибудь такую девушку-маньяка, при этом с виду такая скромница, а внутри-то там, да. То есть, огонька-то ты можешь поддать, да, готова? Конечно, да, конечно. Я всегда за. Ну, будем ждать с огромным нетерпением твоей роли в полном метре. Спасибо. Скажи, а вредные привычки у тебя какие-то есть? Может, не знаю, ты можешь там покурить или бокальчик шампанского? Ну, я могу себе позволить в бокальчик вина. На каких-то мероприятиях, да, наверное? Да, да. Ну, потому что это все-таки тоже для обмена веществ вина очень хорошо помогает. А вот в плане курения нет. Молодец. Скажи, а какой у тебя распорядок дня вообще? Он у тебя насыщенный или вот сейчас он у тебя, например, может более свободный? Как у тебя вообще вот строится график? Вот буквально до вчерашнего дня у меня был ужасный просто график, потому что я с утра просыпаюсь, быстренько позавтракать в универ. Там я сижу практически до вечера, потому что у нас экзамены и все готово. То есть все прям на колесах? Да. И там возвращаюсь домой покушать, переодеться и там мероприятия. То есть у меня вот так было в ближайшие 5-4 дня. Сейчас более-менее разгружено, но в любом случае тоже подготовка к экзаменам не дает спокойствия. А так, ну, распорядок дня у меня самое главное это проснуться в первую очередь. Тяжело с этим? Да, очень тяжело просыпаюсь. Так, а что вот ты просыпаешься, думаешь, опять этот будильник вставать, что помогает? Ой, я беру телефон и просто яркость на всю, чтобы у меня в глаза проснуться. Это такое самое основное. И быстренько я встаю, чтобы заправить постель, чтобы она не манила меня обратно. И при этом ты тоже как-то так трясешься, да, расписаешься, просыпаешься более-менее. Так, Полин, а хобби, может, у тебя какое-то есть, чем ты любишь заниматься в свободное время? Ну, вот сейчас, допустим, у меня появилась такая идея, так как меня очень часто приравнивают к бьюти-блогерам. Хотя я не знаю почему, может, потому что я красить научилась. Нет, во-первых, ты хорошо выглядишь, это действительно так. Спасибо. Вот, я хочу сейчас снимать такие минутные ролики в свой Инстаграм, для того, чтобы там учить девочек тоже красить. Потому что я сама тоже не профессионал. Я только начинаю, поэтому хочу сделать так, чтобы мы вместе с девушками учились вместе. То есть я находила какие-то там фишечки в интернете, смотрела там какие-то азы, кто как красить, там глаза, лицо, контуринг, все вообще. И просто вместе делать с девушками вот в моих этих видео. То есть ты успеваешь в нескольких направлениях. И автомобили, и сейчас еще бьюти-блог, и съемки в кино, и учеба. Даже страшно просто подумать. Где взять столько времени? Где ты берешь его? Я сама не понимаю. Я иногда просто просыпаюсь и думаю, господи, как я это все успеваю делать? Где, откуда это силы? Просто потому, что у меня, ну, правда, вот начинаешь утро, и вот это куча-куча-куча дел, я прихожу домой, и я не могу просто уснуть. У меня такое перевозбуждение энергии, тут все эмоции. И я еще успеваю даже дома прибраться. Крукая молодая. Ночью. То есть все-таки находишь, куда деть свою энергию, там, если на спорт не попало, то хотя бы дома убраться. Да, да, это тоже какой-то спорт. Отлично. Ты очень общительная. Скажи, вот, с людьми вообще ты легко находишь общий язык? Да, вообще, да. Раньше у меня, мне кажется, меня можно было приравнивать к социопатам, потому что я вообще не любила общество, не любила как-то выходить, с кем-то общаться. Там просто минимально, там, привет, пока, и все, я не хочу больше разговаривать. А сейчас, с учетом того, что я общаюсь с большинством и количеством подписчиков, то есть то же самое актерское мастерство и видео я снимаю, то есть работа на камеру, она в любом случае как-то раскрепощается, и я больше и больше начинаю общаться с людьми, и мне это нравится. Скажи, а ты, может быть, помнишь вот этот переломный момент, что изменилось, когда ты начала быть более общительной? Что произошло? Мне кажется, это появилась уверенность в себе. То есть до этого была такая слишком неуверенность в себе, и там, это не так, то не так, я себе не нравлюсь здесь, я не очень так выгляжу, и там, за это стыдно, за то стыдно, а сейчас как-то более уверенность в себе, и уже не стесняюсь ничего, поэтому в таком моменте. Сейчас у нас еще одна короткая музыкальная пауза, после которой мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь! Это формула юмора, и мы в прямом эфире. Позвонить к нам в студию вы можете по номеру 495-276-2949, также можете отправить короткое смс-сообщение на номер 5522, эфир, пробел и далее текст вашего сообщения. Также вы можете писать и комментировать в нашей официальной группе ВКонтакте и в Инстаграм. Полин, наверняка вот ты вся такая ми-ми-ми, у тебя есть какое-то домашнее животное. Конечно. Кто? Кошечка. Как звать кошку? Мася. Мася. Девочка? Да. А время-то на кошку хватает, вот при твоей загруженности? Хватает, конечно. На каждое утро ко мне приходит. Каждое утро приходит, ложится ко мне сюда и начинает урчать. Будет? Да. Полина, вставай у тебя, активный день, у тебя много съемок. Да. То есть ты любишь животных? Очень, да. А хотела бы, может, завести, не знаю, там, собаку, крокодила? Я вообще мечтаю о собаке, да, хаске, очень хочу. Ну, я хочу и мальчика, и девочку. Так. Прямо сразу двоих, чтобы двоих дрессировать, чтобы они такие были умные, красивые, а потом куча щенят. А кто гулять будет с твоими очаровательствами? Я все, с двумя вместе, просто на самке и поехала. Отлично. Такой еще вопрос. У тебя огромное количество подписчиков в Инстаграм. Сама вот руководишь этим процессом? Конечно, да. Все сама делаю. Бывает так, что даже некоторые фотографии просто, там, последний раз были выставлены 4 дня назад. Я захожу и такая, блин, у меня даже ни одной фотографии я не успеваю сделать. Хоть какое-нибудь селфи сделать, выложить, что со мной все хорошо. Я здесь, я никуда не ушла. Я все еще с вами в Инстаграме, да? Ну, судя по твоим как раз фотографиям, ты частенько посещаешь разные мероприятия, тусовки. Да. Нравится вообще? Очень. Там знакомишься просто с очень большим количеством классных людей. И когда их появляется в твоей жизни все больше и больше, это прям заряжает. А был какой-нибудь, может быть, курьезный случай? Что-нибудь необычное? Ну, я прям таких вот даже не вспомню, в принципе, все, как это проходило. То есть ты всегда готова ко всему? Я, да. В случае всего, я все, я готова. И, по большому счету, это для тебя и работа, да? Если я правильно понимаю, в этом мероприятии. Конечно, да. То есть ты приходишь, это должно выглядеть хорошо. Не то, что там прийти. Вот у меня есть некоторые знакомые, которые приходят просто покушать и напиться. А потом ты смотришь на них и думаешь, блин лучше, чтобы вы сюда не приходили, ребят. У меня все культурно, все, конечно, ты же приходишь на мероприятия, там и люди, которые там в сфере бизнеса тоже работают, то есть смотрят на тебя, они должны складывать от тебя хорошее впечатление. Ну, вот я так. А с кем, вот, может быть, я не знаю, по работе ты познакомилась, обзавелась полезными контактами на каком-нибудь, не знаю, на какой-нибудь модной светской тусовке? Меня в основном это делает мой директор. Он тоже очень общительный и очень легко входит в разговор, поэтому все контакты у него. Вот у меня, допустим, таких утром, ну, не было, что-то, полезные контакты для меня. Но в основном они все, вот, чужие директоры складываются. А сегодня, вот, у тебя день вообще, как распланирован, насыщен он? Или ты себе позволяешь сегодня отдохнуть, приятнее? Нет, сегодня у меня, да, сегодня я отдыхаю. Наконец-то могу приехать домой, расслабиться, покушать свою домашнюю еду, которую я готовила буквально вот ночью. То есть ты еще обладаешь и кулинарными способностями, да? Вы понимаете, как у меня гости. Скажи, что любишь готовить и что сегодня будешь? Вот я люблю готовить, на самом деле, больше такие, вот, домашние виды супы, там, котлетки, может, мясо, там, сходить. Ой, да, у меня сейчас желудок тоже вспомнился, там, вот. А сейчас у меня, я вот готовила буквально вчера куриные котлеты, все-таки я стараюсь придерживаться. Ну, то есть тоже здоровый образ жизни, зож. Да, вот. А иногда прям хочется такого вот супчика жирненького, типа солянки. А тортики не печешь? Сладкие, вкусные. Нет, это прям слишком. Ну, бывает, конечно, когда я могу сделать шарлотку, но тоже диетическую. Это максимально, что я могу себе позволить такое. А на ком тренируешь свои кулинарные способности, расскажи? На себе. Только на себе? Да, вот если я добьюсь какого-то хорошего результата, то я тогда уже могу кого-то пригласить, друзей, угостить их. И вот если я пока сама просто не приготовлю, не пойму, что, да, вот, этим можно угощать. Я не буду ничего угощать. Отлично. Давай вернемся к выбору профессии. Ты творческая личность. Ну, как получилось то, что ты с социологией перешла на юриста? Это все-таки, мне кажется, такая вот ответственная, серьезная профессия. Как? Ну, да, у меня получилось так, что я сменила университет, и в том университете не было факультета социологии. Я думаю, ну, ладно, в принципе, можно тогда на юриста. Ну, почему не экономист, не политолог, не знаю, а юрист? Ой, ну, экономист для меня слишком сложно. Цифрами, высшая математика и все вот это вот прочее. Для меня это все сложно. Юрист это такое, ну, полегче. Так, ну, все-таки законодательство знать тоже, я думаю, это все это учить. Да, это у меня мама такая, она говорит, вот, пойдешь экономистом учиться, будешь там потом работать в какое-нибудь заведении, там, в банке и все, где будет у тебя хорошо. Говорю, мама, нет, не хочу, я не хочу, мне это не нравится. Ну, вот кюрист, она такая вот. И тоже в актерской деятельности достаточно. Но по профессии ты после окончания вуза, наверное, вряд ли, да? Не-не-не, я это для того, чтобы было на всякий случай. А не хочешь вернуться, вот, не знаю, к актерскому образованию, закончить какие-то курсы, либо пойти учиться? Вот у меня такое двоякое ощущение, потому что те, кто учатся сейчас, все говорят, не ходи, это просто трата времени пустую. А те, кто уже закончил, уже давно-давно, все говорят, иди, учись, это очень важно, то есть, для тебя, для опыта. И я не знаю, кому верить, потому что, в принципе, те ребята, которые учатся сейчас, все как один просто говорят, не иди. Лучше возьми какие-нибудь курсы у мастера, чем ты будешь учиться, это очень долгая трата времени, и сложно это все, и лучше не ходи. А сама вот ты, не знаю, может, любишь книжки, читатели, стихотворения, бывает такое? У меня сейчас, к сожалению, нет времени, потому что даже если нахожусь в дороге, я вот помню, я летела в Южно-Сахалинск. Однако, сколько, кстати, по времени-то туда? Летела 8 часов. Да, это было сложно. Да, я думаю, ой, классно, я вот взяла книжку, тримфальная арка, ну, сейчас почитаю. Я начинаю читать и понимаю, что я не могу, я просто в глазах вот это все рябит, да, и становится плохо, то есть, ну, движение я не могу читать. А так, в принципе, негде, нет такого момента, чтобы сосредоточиться, когда вот можно будет. А часто путешествуешь в Южно-Сахалинск, так все-таки это не Подмосковье? Да, ну, я просто вот выступаю с диджетсетами. Так, то есть ты, друзья, у меня еще и диджей. Да. Так, а где в Москве игралишь? В Москве я не играю, я в основном езжу по городам, но не странно. А где была? В каких городах? Ой, их очень много, правда. И я, то есть, вот, из тех, что я могу сейчас вспомнить, это... Я была в Воскресенске, в городе Волжске, в Волгограде, в Краснодаре, в Южно-Сахалинске... В Белоруссии. Ну, в Белоруссии, да, там, в Минской Гомеле, я даже в Риге была. А давно вот ты начала публикация этим? Ну, да, это, наверное, год-два уже, я же так, в Рязани вот недавно была. Так что... Так, ну, может, еще есть какое-то ты приоткроешь вот тайну, направление, где ты хочешь себя реализовать? Помимо того, что ты блогер, певица, диджи... Ну, вот ведущая, то, что вот... А что ты хочешь вести? А это секрет, это вот сейчас как раз на стадии разговоров и вот на создании этого проекта. Так что пока секрет, пока не высказывай. Давай сейчас уйдем на короткий клип, и после него... Очень интересный вопрос, Полина. Хорошо. В эфире программа «Формула юмора» и со мной очаровательная актриса, блогер, диджей, кулинар, спортсменка и красавица Полина Гренц. Напомню, телефон прямого эфира вы еще можете позвонить и задать Полине любой интересующий вас вопрос. 8495-276-2949. Также отправляйте смс на короткий номер 5522, эфир, пробел и текст вашего сообщения. Надо, кстати, сказать, что любовь к автомобилям у Полины появилась со съемок сериала «Физрук». Полин, ты помнишь, как это произошло? Да, для меня это было безумно страшно, потому что... Это было первый раз, ты села за руль? И по сценарию должна была, как в первый раз сесть, соответственно, эмоции были настоящие. Мандраж был? Да, это было очень страшно, потому что я до этого никогда не сидела за рулем, и для меня это было так... Вот это хорошо, это куда нажимать, где переключать. И еще более ответственность за то, что эта машина не моя же ведь, а чужой человек, и вдруг я еду куда-нибудь, а потом все, это было страшно. То есть это было прям очень страшно. Ну и тогда, да, после этого я в случае решила все-таки записаться в автошколу. Как раз после этого, да? Да, я поняла, что права мне пригодятся по жизни. То есть училась сама, все сдавала? Конечно, да, все сама. Это еще раз подчеркивает то, что с Полиной, если она за рулем, можно чувствовать себя в безопасности. Это точно. Полин, но расскажи, какую вот еще роль ты хотела бы сыграть, может быть, в сериале, что-то новое? Ну, я даже не знаю, вот все такое комедийное у меня постоянно. Ну, вот если еще раз позовут, я не знаю, вот что-то похожее, или ты уже выросла из этого? Ну, в любом случае, это тоже опыт, поэтому я соглашусь, если меня еще раз пригласят, что-то подобное. Я, в принципе, за все адекватные проекты, то есть у меня были предложения, и я почитала сценарий, а там, знаете, такой маф-на-мать. Я такая, ну, простите, это вообще не мой. А часто вообще вот отказываешься, прочитав сценарий от роли? Ну, нет, не часто, очень редко. Вот, и я говорю, да, за любую роль, конечно. Ну, понятное дело, что никакой... Ох уж так и за любую. Только нераспутные женщины, вот все, что такое. Полин, а если предложат хорошие и большие деньги, много, согласишься? За какую роль? Вот за такую роль? Нет, ну не обязательно распутную, нет, которая, конечно, тебе понравится, но она будет какая-нибудь необычная, или очень сложная, или вот что-то вот на грани. Или паблициналоваться, да, вот в этом стиле. Да, да, почему нет, провокационная какая-то роль. Почему бы нет? То есть ты готова на эксперимент? Да. Я готова. Это в любом случае опыт, и очень даже хороший опыт. Если это действительно достойный проект, который я, допустим, прочитав сценарий, понимаю, что да, ну вот это будет действительно сильно, тогда да. Полин, к сожалению, наше время подходит к концу, и может быть ты хочешь обратиться к нашим телезрителям, что-то им пожелать в сегодняшний прекрасный пятничный день? Да, я, конечно же, хочу пожелать всем хорошего настроения, не изматывайте себя, берегите свои нервы, силы. Самое главное, верьте всегда во все хорошее, и это все хорошее будет к вам притягиваться само. Ну и, конечно же, всем любви и счастья. Друзья, большое спасибо, что сегодня вы были с нами. В гостях, напомню, у меня была очаровательная актриса, блогер. Я даже уже не могу перечислять всех МПА, потому что это мега талантливый человек. Полина Гренц. Спасибо огромное, что нам звонили, и я думаю, то, что Полине можете писать в Инстаграм, ВКонтакте, интересующие ваши вопросы. Полин, скажи, как тебя найти в Инстаграме? В Инстаграме мне найти zpolinagrenz. z это как определенный артикль в английском языке, так проще сказать, да. Ну, ВКонтакте полинагренz с галочками на YouTube, это уже полинагренz, у меня там тоже теперь есть галочка. Поэтому подписывайтесь и задавайте Полине вопросы. Да. Это с вами была программа «Формула юмора», и сегодня с вами был я, ваш покорный слуга Дмитрий Каратаев. Полина, огромное спасибо, что сегодня пришла, и хороших вам выходных. Пока. Субтитры подогнал «Симон»